Дамы и господа! Парни и девушки, друзья и товарищи, студенты и аспиранты, школьники и профессора, очники и заочники и ни те, ни другие. Вы оказались в уникальнейшем месте! Мы находимся в Тульской области, поселок Заобский. Во всей Российской Федерации не сыскать места подобного этому. Духовная академия и христианский гуманитарно-экономический институт открывают свои двери не только для тех, кто хочет получить качественное образование, но и для тех, кто желает поближе познакомиться с Богом, приблизиться к Нему и каждый день узнавать о Нем что-то новое. С разных уголков мира молодые люди съезжаются сюда и учатся любить, прощать, дружить, побеждать, проигрывать. Но главное, они учатся любить и понимать Бога. А вы что-нибудь знаете о Нем? Если нет, то мы вам расскажем. А если да, то вы точно откроете для себя что-то новое. Моя встреча с Богом, она была долгой. Я раньше искал Его, я молился Ему, как мог. Я выходил на улицу и говорил, Господи, ну если ты есть, ты же не знаешь, что я твое дитё, и ты знаешь, что мне нужны некоторые, мне нужен компьютер, мне нужно образование. Укажи мне свой путь, который ты хотел бы, чтобы он был в моей жизни, чтобы я не мешал. Но иногда Бог отвечал, как мне казалось, иногда нет, я не чувствовал рядом. Я знал, что Он есть на небесах, но так близко я Его не чувствовал. Я искал другие развлечения, мне нравились и гулять, я влюбился с друзьями, даже попить пиво где-то в кафе. Но не было, не было того, что наполняло бы мою душу, мое сердце. И очень хотелось иметь таких друзей хороших, которые бы всегда меня поддерживали, всегда со мной дружили, всегда помогали, как могли, даже по тёплым словам. И вот я обратился, к сожалению, не к таким хорошим друзьям, и начал дружить не только с теми друзьями по школе, которые выпивали, которые пили, но начал дружить ещё с наркоманами. Мне не хотелось этого, но приходилось, потому что я уже начал вникать в их структуры, начал понимать, как они живут. И мне очень стало страшно. Эта жизнь, это катастрофа. Ты не можешь выйти на улицу спокойно, ты всегда переулком ходишь. Это очень страшно. Но Бог, слава Богу, что Он помог мне именно в этот момент. Я искал его, я учился в школе, сдавал экзамены. Мне необходим был репетитор по математике, потому что я помогал, встал, болел. И Господь послал удивительного человека, который выслушал меня, который поддержал меня. Это была учительница по математике. Она занималась индивидуально в школе и по домам с учениками. И она говорит, Володь, я знаю все переживания, которые есть у тебя и у меня, они даже есть. Но вот как ты с ними справляешься? Я не знаю, я в друзья ухожу, может быть, на вечеринке. Говорит, знаешь, а я в молитве. Мне просто Бог даёт тут покой и мир. И я не могу поменять его на что-то другое. Вот скажи, пожалуйста, ты в школе изучаешь биологию? Я говорю, да, изучаю. И ты веришь, что ты произошёл от обезьяны? Я говорю, ну я слышал об этом, ну точно не знаю. Узнай, что Бог в Библии говорит, что ты создан по его образу и подобию. Ты читал об этом? Нет, я не читал. Давай откроем. И мы открыли Библию. Поначалу мне казалось, что это просто сборник историй каких-то дат. Но на самом деле это живое слово, которое, как по словам Инны Михайловны, её изменило. Этот человек, который был учительницей Инны Михайловны. Она говорит, это слово, это живое слово Бога. Вот он на небесах, но он нам дал слово. И то слово, оно у нас есть, это Библия. И действительно, я не доверял как-то им, я не знал, что это такое. Но Инна Михайловна говорит, знаешь, я доверяю Библии не только, что на ней руку кладут при присяге, но в ней есть пророчества, удивительные пророчества, которые исполняются. И я говорю, пророчества? Да. И мы открыли пророчество Даниила, это удивительная книга Даниила. И начали исследовать её. И с тех пор было так интересно. Я приходил к Инне Михайловне заниматься математикой. Полчаса Библии и час математики. Всё хорошо. Но через месяц, час математики, 4 часа Библии. Я не мог, мне так нравилось. Новое, новое, новое впечатление. Хотя я ещё не сильно был возрождён. Но однажды Бог всё-таки повлиял на моё сердце, и Он исцелил то, что у меня болело. У меня была язва, желудка. В то время, когда я занимался с учительницей, у меня желудок очень сильно болел. И вот именно в тот момент я доверился Богу, помолился от чистого сердца своими словами. Я говорю, Господи, ну есть ли Тебе воля, есть ли Твоя воля, если Ты хочешь, чтобы я не болел, чтобы я радовался жизни, чтобы у меня было хорошее состояние здоровья, исцели, пожалуйста. И я почувствовал его прикосновение. Это было настолько вот нежно, просто. И я не почувствую боль до сих пор. То есть Бог исцелил, хотя меня очень мучила эта боль. Я не мог кушать нормально, даже простую пищу. Это встреча Бога, которая изменила меня и помогла мне доверять Ему, как Отцу, который поводится о каждом из нас. В моей жизни изменилось то, что мне всегда не нравилось в моей жизни. Это самое главное, что мой образ жизни. Недовольствие родителей, приходил ночью, бывал в несрезвом состоянии. Но Бог изменил меня, и Он действительно сделал чудо. Я не хочу даже притрагиваться к смертному, не хочу курить. Для меня это вообще дико. И я сейчас помогаю людям, тем, которые нуждаются в этом, особенно молодежи. Просто говоришь, знаешь, тебя Бог любит, и Он саботится о тебе, как о сыне. И ты знаешь, Он хочет, чтобы ты не пил, и чтобы у тебя была хорошая семья, чтобы у тебя были детки, чтобы они были здоровы. И у людей начинается, начинается, появляется надежда и вера в то, что это всерьез, это возможно, и это может Бог с Его помощью. И поэтому мне нравится доставлять сейчас удовольствие даже людям, которые слушают, которые хотят больше узнать, больше порадоваться, большими благословениями. Вот самое главное, вот это изменение моей жизни, и то, что я нашел свой путь, часто я думал, ну куда мне поступить учиться, ну как это все произойдет? Я ничего не знал о себе, я не знал, куда мне идти. И когда ты доверяешь Ему, Он говорит в Слове Свое, не заботься, что тебе одеваться, во что тебе одеваться. Не заботься, что ты будешь есть, во что одеться, да? Да, но самое главное, доверяй мне, открывай свои желания перед Богом, и мир Божий, который, привык же всякого ума, соблюдет сердца ваши, так написано в Библии. И этот мир, который наполнял мое сердце напряжением до сегодняшнего дня, и даже сейчас, слава Богу, это молитва, это общение с Богом. И самое главное, с утра, начиная с утрешнего времени, находить его, находить с ним общение, потому что без него жизнь будет очень, очень горько. А с ним это удивительная, удивительная жизнь, которая дает сердце, дает сердцу радость. И ты понимаешь, что радуется не только мое сердце, а и Божье сердце. Поэтому всем телезрителям, которые сейчас смотрят эту программу, я хотел бы пожелать, чтобы они почувствовали Бога рядом. И чтобы действительно произошли такие изменения, даже больше, чем мои изменения, чтобы они избавились, если есть такое предстрастие, к алкоголю, к табаку, может быть, к наркотикам. Он может это сделать. Я испытал на своей жизни это. И говорю от чистого сердца, что Он может это, Он рядом с нами, потому что Он наш Отец. Он обещал это в слове своем, в Библии. Это удивительная книга, которая изменила меня и изменяет еще многие сердца. Я желаю, чтобы каждый из нас, читая Слово Божье, чувствовал дыхание Бога рядом с собой. Субтитры создавал DimaTorzok